И выступает Усева Елена Равхатовна, номинация ветра в русских говорах Карельского поморья. У нас онлайн доклад. Добрый день, уважаемые коллеги. Доклад называется номинация ветра в русских говорах Карельского поморья по данным словаря живого поморского языка Ивана Матвеевича Дурова. Значительную роль в жизни поморов играет ветер. Иван Матвеевич Дуров, составитель словаря живого поморского языка в его бытовом этнографическом применении, указывает, что слово «ветер» в поморских говорах, независимо от обычного значения, цитата, употребляется в смысле «строны» или «стороны света». Имеется в виду совпадение названий ветра и сторон света, важных для мореходного промысла. Кроме того, слово встречается в специальных выражениях, как один из наиболее важных факторов в промыслах. А также ветер, особенно среди поморов женщин, как пишет Дуров, имеет специальное определение, как символ сверхъестественности, неразрывно связанной с нечистой силой колдовством, что обусловливает появление различных примет, связанных с этим природным явлением. В работах по фольклористике, литературоведению, лингвистике, связанной с Беломорьем, и их достаточно много, в работах по фольклористике, лингвистике, литературоведению, связанных с Беломорьем, приводится пример употреблений названий ветра, в фублицистике, художественной литературе, рассматривается образ ветра в фольклоре, изучается обращение к явлениям природе и, в частности, к ветру. Несколько работ посвящены непосредственно говорам Карелии. Например, Евгения Николаевна Новикова дает лингвогеографическое описание ветров в русских говорах Карелии. Объектом исследования в статье Любови Михайловны Карамышевой является словосочетание наименований ветров в русских говорах Карелии вокруг Онежского озера. Описывается лексико-семантические группы словосочетаний ветров на основе материала словаря русских говорах Карелии с сопредельных областей, словаря Александровича Подвысоцкого Владимира Ивановича Даля. Определяются соответствия в других говорах – терских, архангельских, североморских. Автор указывает на незначительный процент соответствий, причем большей частью в северных говорах, что приводит его к выводу о самобытности лексики сложных наименований Петров в районе Онежского озера. О лексико-фонетических вариантах слова «шелоник» в северно-росских говорах пишет дилектолог Любовь Петровна Михайлова. Исследователь также уделяет внимание и лексикографическому представлению поморских диалектных лексем, привлекая материалы о ветре. Александр Ильич Федоров в исследовании происхождения словарного состава беломорских говоров обращается к изучению лексем, вызывающих ветер. В целом можно сказать, что данные лексемы, лексемы, бытующие в Беломории, не подвергались изучению, комплексному изучению. В настоящей работе рассматривается номинация ветра, зафиксированная в словаре живого поморского языка в его бытовом и этнографическом применении Ивана Матвеевича Дурова, который включает лексику начала XX века, бытующую в говоре поморского берега Белого моря. И выделяется несколько групп. Одна из них — это ветра, соответствующие сторонам света, румбам компаса. Иван Матвеевич Дуров в отдельной словарной статье выделяет группу основных направлений движения ветра и сторон света. Сторон света — север, юг, запад, восток, северо-запад, северо-восток, юго-запад, юго-восток. Восемь румбов и восемь названий ветров. Каждому ветру, кроме того, отводится в словаре отдельная словарная статья, в которой автор указывает рум-компаса, какое время на этом румбе стоит солнце и луна, сколько стоит вода в отливе и приливе. Также приводятся пословицы, поговорки, приметы. Подача материала Дуров ориентировалась на словаре Александра Осиповича Подвысоцкого. Он сказал, что в словаре Дурова больше содержится информации. И мы видим, что для обозначения основных направлений движения ветра используются следующие наименования. Север — северный ветер, всток, восток — сточный ветер, запад — западный ветер. Это наименование ветра связано с направлением движения относительно географической стороны света. Вторая подгруппа — наименование ветра в зависимости от времени года. Южный ветер называют лето, летником, летний и летний ветер. Третья подгруппа — наименование ветра связано со временем суток, в который ветер чаще всего дует. Полуношник — это северо-восточный ветер, обедник — юго-восточный. И четвертая подгруппа — наименование ветра связано с ориентацией в пространстве моря-земля. Побережник — голаминик — это северо-западный ветер и юго-западный ветер, ветер с горы, горный ветер или шалони. Наименование ветра в славянской традиции было связано с пространственной ориентацией и временной прирученностью направления их движения, времени суток, в которые чаще идут ветер и так далее. Мы наблюдаем, как показывают представленные материалы, мы наблюдаем, что эта традиция сохраняется в наименовании ветров, но несколько названий, два названия вызывают вопросы. И это слово голаминик и слово шалонник. Голаминик или побережник. Голаминик — это юго-западный ветер. Кроме того, голамиником называют крайний в открытом море кубас, поплавок, якорь, поддерживающий край не в открытом море кубы, сам отдалён от берега в море остров. Эти слова с разным ударением, разные фонетические варианты встречаются в архангельских говорах и в говорах архангельских XIX века, и в современных архангельских диалектах. Говором Карельского по море известно сочетание голаминой ветер, который имеет значение «ветер, дующий с открытого моря». Материал словаря Дурова. В североморских говорах Алексеема голаминой, это обозначает дующий с моря ветер. В мурманских говорах голаминой тоже ветер. Слово голаминик образовано суффиксальным способом от слова «голомень», родственное слову «голомя». Открытое море даль морская. У Дурова следующие примеры. Судно шло далеко, в голомя, чуть паруса видать стало. Повсеместно используются эти лексемы. Лексемы голами и голаминик являются очень древними образованиями. Этимологи считают, что голмин – это прославянская суффиксальная производная от прилагательного «гол», от которого впоследствии образовались лексемы с темой голой. В древнерусском языке функционировали «голомень», «голомя» со значением «плоская сторона клинка» и «голомя ствол дерева» до ветвей. Это материалы словаря Срезневского. Со значением «открытое море», удаленное от берегов участкового озера реки, в древнерусском языке слова «голомя» и «голомень» зафиксированы в псковских памятниках письменности второй половины XVI века. В конце XVII в грамотах Кольского уезда. Кроме того, в XVII веке также отмечены производные от существительного «голомя». Это прилагательный «голоменный», «голомяный». Ударение здесь мы не можем сказать, какое было. Возможно, варианты в словарях древнерусского языка ударения не ставятся. Голомяная сторона или «голомяный корги» тоже в грамоте Кольского уезда, например. В словаре русского языка XVIII века подобный лексем отсутствует. По всей видимости, в это время они сохранились в разговорной речи. И это были диалектные лексемы. В словаре Владимира Ивановича Даля, отражающего лексику XIX века, отмечены существительные, прилагательные и наречия, имеющие этот корень. Существительное «голомя», «голомя», «голомень», «открытое море», «море вдали от берегов». Наречия далеко от берега в голом открытом море. И наречия, которые имеют значение порылами, перемежкой, перемежно, временно с расстановкой. То есть, по всей видимости, они имели отношение тоже к ветру. Прилагательный «голомяный ветер», «голомяная сторона» в архангельских говорах и так далее. На севере «голоменисты» без географической пометы. Тоже лексем, относящиеся к ветру, характеризующие ветры. Таким образом, название ветра «голомяник» распространено на территории Карельского и Архангельского поморья появились не ранее XIX века. Прилагательный «голомяной», известный в Кольском уезде XVII века, продолжает функционировать в Карельском поморе. Лексема стала употребляться для обозначения ветра. Следующая лексема – это лексема «шалоник», юго-западный ветер. Извините, «голомяник» – северо-западный ветер, а «шалоник» – юго-западный ветер. «Шалоник» – юго-западный ветер, 21-й рум компаса. Мудуров приводит приметы, и мы видим, что в архангельских говорах, русских говорах Карелии существуют и различные варианты «шалоник», «шалоник», «шалотник», «шалоник» и так далее. «Шалоник» – юго-западный ветер. Относительно вариантов можно сказать следующее. Любовь Петровна Михайлова отмечает, что в речи жителей Белого моря появились варианты «шалоник», «шалоник», «шалоник» и «шалоник». Вариант «шалоник» по мнению исследователя появился в результате гиперкоррекции. Сравните «медный» и «менный». Вариант «шалоник» зафиксированный в Лоусском районе Карелии. Примеры изводства Белого моря 1930 года. Любовь Петровна относится к незаконемерно появившимся словам, ссылаясь на мнение Сергея Алексеевича Мызникова. Одной из характерных фонетических особенностей говора в Беломорье является произношение глухого, согласного перезвонким или сонорным. С коллегами мы обсуждали название этого ветра и возникла гипотеза, что возможно есть связь со словом «шаломя», которое отмечается, например, в слове «палку Игореве» и оно обозначает или холм, или гора, или цепь холмов. Но традиционно считается, что шалоник, есть такое предание, это ветер с родины предков, пришедших осваивать север, с Новгородщины, где протекает река Шелонь. В современных новгородских горах шалоник – это ветер определенного направления, в том числе и с реки Шелонь, по данным новгородского областного словаря. В словаре «Ветров» Леонида Зустевича Порха находим шалоник, шалоник, паужник – это юго-западный ветер в СССР, на озере Ильвень шалоник – это юго-западный ветер, дующий из устья реки Шелонь. На Кольском полуострове и Белом море шалоник – западный или юго-западный ветер, признак шторма на море на Колыме, шалоник – южный, а на озере Байкал – это южный или юго-восточный ветер. Относительно гипотезы, связанные со словом «шеломя», обозначающие холм и гора, то есть это ветер с горы, с холма, и на Белом море, в словаре «Дурова» есть такие сочетания – ветер с горы, горный ветер – это юго-западный ветер. Горой в поморских говорах обозначают материк, когда ветер дует с материка, то говорится в противоположность ветру, дующим из голомя, ветер с горы, горный ветер. Вот мы видим, что шеломя – это тоже холм гора, поэтому здесь, конечно, возникают вопросы, может быть, действительно есть связь со словом «шеломя», «шеломя», «холм гора». Так, ну вот это первая группа, первая группа названий ветров, вторая группа – это ветромежники, ветромежники. Иван Матвеевич Дуров пишет, что из 20 румбов компаса, обозначающих направление ветров и носящих названия соответствующих стран света, 8 главных по направлению от севера к востоку, по часовой стрелке, не имеют у помора особого общего наименования. То есть основные не имеют общего наименования, о которых мы только что говорили. Вторые 8 румбов, находящиеся между главными в том же направлении от севера к востоку и соответствующие им ветра, имеют общее название «межник». Значение вторых, восьмых румбов и название ветров следующее. Межсеверополуношник, межстокополуношник, межстокообедник, межлетообедник. Вот вы видите, да, межлетошалонник, межзападошалонник, межзападопобережник и межсеверопобережник. Мы составили вот такую розу ветров, и вот мы видим основные направления 4, север, юг, запад, восток. В синим отмечены северо-восточный ветер, юго-восточный обедник, юго-западный ветер с горы Шалонник и северо-восточный побережник Галаминик. А межники – это ветра, вот они, да, межсеверополуношник, вот это, например, третий румб, да, то есть вот это ветер между севером и полуношником, да, межсеверополуношник. Затем между полуношником и встоком, вот межстокополуношник, вот еще один межник. То есть мы видим еще восемь межников. Это ветра межники, межник. Остальные 16 румбов, каждый из которых находится между главным румбом и межником, и ветра этих 16 румбов в старину имели особое общее название «малые межники» или «стрики». Малые межники или «стрики», вот они. Стриг севера к полуношнику, стриг полуношника к северу, стриг полуношника к востоку, встоку, стриг встока к полуношнику. Стрики. Слово редко употреблялось в произношении «стригг» на конце. Теперь, как пишет Дура, все они уже утратили свое название, отходящее в область предания, известно лишь старым, уже отловившим рыбакам. Слово «стриг» пришло в русский язык из голландского, а «стриг» – это румб компаса, по данным словаря Макса Фассмера. И вот они, стрики или «малые межники». Стриг севера к полуношнику, стриг полуношника к северу и так далее. Надо отметить, что в словаре Дурова есть некоторые неточности, и вот пришлось чуть-чуть подкорректировать какие-то подачи материала. Есть некоторые неточности. Но в целом выстраивается вот такая система. Кроме того, выделяется еще одна группа ветров. Ветер, кроме общего названия, как указывает Иван Матвеевич Дуров, встречается в специальных выражениях, как один из наиболее важных факторов в промыслах. Наменование таких ветров связано с ориентацией в пространстве моря-земля и ветер-субъект действия, различными физическими характеристиками ветра, сила ветра, температура, наличие и отсутствие осадков и так далее. И выделяется следующая подгруппа. Название ветра связано с ориентацией в пространстве моря-земля, морской ветер, ветер с открытого моря, дующий по направлению к материку, в противоположность ветру с горы. Морянка, резкий ветер северных румбов, моряной, идущий с моря, относный и относной ветер, сильный ветер, относящий звуки, не позволяющий их слышать, ветер с берега в море, покосный и покосной ветер, боковой ветер, ветер в бок судна по тем или иным углам. Вторая подгруппа. Название ветра связано с ориентацией в пространстве ветер-субъект действия, ветер в зубы, в противном ветре, как пишет Дуров, который при движении лодки приходится с носу на корму, как раз кормщику в лицо. Противный ветер, стритной ветер, стричной ветер, это ветер навстречу. И третья подгруппа. Название ветров в зависимости от их физической характеристики. Ветер духамы, порывистый, неровный, то стихающий, то усиливающийся. Ветер переменной, колеблющийся, часто сменяющийся в одних и тех же сутках, и внезапно сменившийся ветер. Косяк ветер, дующий в кость течения, замедляющий ход судна под парусом и так далее. Крутой ветер, внезапно появившийся, порывистый, вообще сильный ветер. И внежённый ветер, летний непостоянный ветер. Таким образом, есть ещё наименование. Например, река Став, ветер, дующий с севера-востока. Тоже, видимо, имеет определённые характеристики. Сельдяной ветер, северный ветер, прогоняющий к берегам Беломорья, мирова сельдей и так далее. Таким образом, мы видим, что Иван Афеевич Дуров в словаре даёт определённую систему наименований ветра. Если сравнивать, ориентировался он на словарь Александра Осиповича Подвысоцкого, но в словаре Дурова больше информации. Если сравнивать, допустим, со словарём Ксении Петровны ГЕФ, словарь Ксении Петровны построен по тематическому принципу. В разделе «Ветер» приводится и глагольная именная лексика. Здесь, конечно, объём вот этого раздела значительно больше. Ксения Петровна тоже выстраивает розу ветров на основании лоций XIX века. Но у Дурова эта система лучше представлена, чем у Ксении Петровны. Если сравнивать со словарями, слова русских народных говоров, слова русских говоров Карелии, жива речь кольских поморов Ивана Севастьяновича Меркурия. Вот здесь материалы подаются, скажем так, в экспедициях записывали, да, вот какие-то данные. И приводятся названия, в основном это названия ветров в зависимости от их физической характеристики, наверное. Ну, вот такой системы, системы наименований ветров, как у Дурова, конечно, в этих словарях нет. Любопытно сопоставить эти данные. И в целом они, конечно, дают вот такую любопытную довольно картину, которая имеет отличие, разумеется, имеет отличие от городов и среднерусских и южнорусских. В экспедициях прошлых лет, в этом году мы планировали экспедицию, пытались выяснить, какие сохранились наименования, но их не так много. Думаю, что вот в экспедиции следующего года нужно будет уделить этому особое внимание. Следует сказать, что вот такая лексика почти не сохраняется. Конечно, что-то помнят, морянка, морской ветер и так далее, но такой полной картины, конечно, нет. Спасибо за внимание. Можно мне вопрос задать? Хотела поблагодарить тоже за интересный доклад и спросить немного поподробнее о том, как вы проводите свои исследования. То есть, что вас интересует? Только ли физико-географические характеристики вот этих ветров? Или вы когда в поле, например, работаете, вы фиксируете, например, какие-то верования? Да, конечно, обязательно, конечно, да, мы расспрашиваем, есть ли приметы, обязательно. И, как правило, информанты сами говорят об этом, что что-то сохраняется. Мы вот в экспедиции прошлого года записывали и приметы, и верования, да. Вы планируете это как-то издавать потом? Вот вы вначале, интересно, сказали, что для женщин ветра связаны с сверхъестественными силами, что-то такое. У меня просто есть пример, что вот в карельском языке есть ахаватули. Это про ветер, который сухой, холодный и весенний. И есть, я писала раздел про внебрачного ребёнка, и вот как раз внебрачные дети, они принесены вот этим ветром, холодным, весенним. И есть ли у вас такие верования тоже с внебрачным зачатием связаны, или такое что-то интересное с бесовщиной какой-то? Нет, нет, уделим этому внимание. Нет, наверное, пока нет. Ну вот посмотрите сам словарь Дурова, «Ветер», да, словарная статья «Ветер», там есть материалы, может быть, что-то найдёте. Ну, конечно, не так много представлено, но тем не менее, да, вот надо спросить. Спасибо. Да, информация, спасибо большое. Я хотела сказать, что Елена Рафхатовна, в вашей «Розе ветров» у «Северного ветра» нет одного названия – «Сиверик». Неужели его нет? У Дурова нет. У Дурова нет. Нет. Ну и вот в продолжении вопроса Натальи Александровны, конечно, есть какие-то приметы, какие-то замечания народа. В одной из первых своих экспедиций в Подожский район была записана история реальная о том, как жили два реальных брата, и оба любили походить по женщинам. И вот у одного было прозвище «Сиверик», у второго «Шелонник». Один каждый вечер возвращался к жене домой, он был шелонником. А тот, который дней на десять уходил от жены, иногда на месяц, на неделю, вот у него было прозвище «Сиверик». Ну и было понятно, почему даны такие прозвища, потому что шелонник действительно к вечеру затихал, а северный ветер, если задувал, то если ты оказывался на озере, вы помните, что деревни были на островах раньше, то долго не мог вернуться на Мандеру, на материк. И поэтому вот такие вот есть записи. Ну и мне кажется, что с детьми тоже надуло тебе в живот. Извините, вот если тут такие всякие вспоминать присказки в русских деревнях, то они тоже имеют место. У Дурова есть такие приметы, как раз вот связанные с характером ветра. Есть, вот нужно посмотреть, но я думаю писать большую статью, я эти приметы все включу. Да, это лингвистический аспект действительно должен быть затронут, о котором Наталья Александровна говорит. У меня вопрос такой, вот как вы относитесь к версии о том, что шелонник от названия реки Шелонь? То есть, что как бы изначально это название возникло на берегах озера Ремень, так назывался ветер, который дул с реки Шелонь. И впоследствии это наименование было перенесено на другие ветра в других местах. Не знаю, вот в словаре ветров тоже, ну дается эта версия. Не знаю, ну понятно, что связывается с псковско-новгородской эмиграцией населения. Вот, не знаю, у нас возникла еще и другая гипотеза. Потому что, в принципе, такая модель есть, потому что я занималась лет 10, наверное, назад, в какой-то период времени топонимическими наименованиями. Ну, там у нас был проект, когда мы пытались сделать словарь от топонимических названий, но, к сожалению, как бы я не получила особой грантовой поддержки, поэтому это скончилось с несколькими статьями. Вот, и там, в частности, я помню, что названий ветров было много среди топонимических. То есть для них это характерно, для них это свойственно. И они, на самом деле, реально переносятся на очень большие расстояния, которые кажутся неправдоподобными, но это есть. И в качестве еще, может быть, какого-то расширения материала, в том числе, по которому будут видны эти модели названий ветров. Ветров, и вы, мне кажется, про него должны знать, словарь говоров русского севера. Да. Вот, потому что там названий ветров явно есть, потому что мы их собирали системно. У нас это был вопрос в наших опросниках, с которыми мы ездили в экспедиции. И там вот последние, там лет пять, это стало плохо собираться, но предыдущие, там лет десять-пятнадцать, названия ветров собирались довольно хорошо. И поскольку это был специальный вопрос, который все собиратели держали в голове, его как бы задавали в каждой практически деревне, то все равно какие-то названия были собраны, и они в словаре есть. То есть можно тоже прям пройти их как бы как-то списочком собрать. Хорошо, спасибо.